Герцог Максимилиан Лехтенберский обладал широкими познаниями в области естественных наук и изобразительного искусства. В 1843 году император Николай I назначает своего зятя президентом Императорской Академии Художеств. Это учебное заведение было основано еще при Елизавете Петровне, при Московском университете, ну а при Екатерине II Академия получила статус учебного и правительственного учреждения, которое регламентировало художественную жизнь всей страны. Тогда же Академия получила собственное здание на Васильевском острове. Выпускниками Академии Художеств были многие прославленные архитекторы, скульпторы и художники. У Максимилиана Лехтенберского была собственная неплохая коллекция живописи, он в ней разбирался и сам неплохо рисовал, поэтому вот это назначение на должность было далеко не случайным. Он действительно знал дело, которым руководил. Он умел находить общий язык со многими представителями мира культуры, художниками Бриловым, Айвазовским, Боголюбовым. К тому же выступал в качестве заказчика, то есть помогал им еще и материально. И при Лехтенберском в Академии Художеств открывались новые отделения, в стране открываются художественные школы. Академия продолжала уже сложившуюся традицию посылать за границу на стажировку самых лучших и способных учеников. Ну а сам Максимилиан Лехтенберский из путешествий по разным городам и странам привозил с собой произведения искусства, древности, мозаику, вазы, слепки на благо императорского эрмитажа. Он руководил Академию Художеств вплоть до своей смерти в 1852 году. А потом президентом Императорской Академии Художеств столь же успешно и долго была его супруга, великая княгиня Мария Николаевна. Помимо руководства Академии, герцог Максимилиан Лехтенберский был управляющим Институтом корпуса горных инженеров. Сейчас это Санкт-Петербургский государственный горный университет, самое первое в нашей стране высшее техническое учебное заведение. Горный музей университета по праву считается одним из лучших в мире. Здесь хранится уникальная коллекция минералов, которые формировали на протяжении долгого времени несколько поколений отечественных и зарубежных специалистов. Здесь хранится более 47 тысяч экспонатов, и многие экспонаты имеют ценность не только естественно-научную, но и историческую, потому что их дарители были известные личности, среди них представители правящих династий Европы. И на этом поприще, на посту управляющего Институтом горных инженеров, познания Максимилиана в области минералогии оказались как нельзя кстати. В 1845 году он совершает поездку на Урал. Сам спускался в шахты, посетил многие заводы, привез с собой новые минералы. Под его руководством проводились работы по картографии России и изучению ее минеральных ресурсов. Вообще страсть к минералогии у Лехтинбергских была семейной, потому что минералы коллекционировал его отец и Женда Багарна их собирал, сам Максимилиан. А потом эстафету принял его сын, герцог Николай Максимилианович. Он был настоящим профессионалом в этой области. По меркам нашего времени герцог Максимилиан Лехтинбергский был ученым. Одним из первых ученых в императорской семье. Он состоял почетным членом Императорской академии наук, и это позволило ему сблизиться со многими представителями научной элиты. Среди них был физик Борис Семенович Якоби. Под руководством Якоби Максимилиан Лехтинбергский изучал гальванопластику. Это для того времени революционный новый метод получения скульптуры. Сначала в Зимнем дворце, потом в главном штабе были организованы гальванопластические мастерские, а затем в Петербурге герцог открывает собственный гальванопластический завод. Этот завод выполнял важные государственные заказы. Без трудоемкой отливки, без щеканки изготавливал скульптуру и барельефы. Для Исаакиевского собора, который на тот момент строился, для здания нового Эрмитажа, для многих императорских и великокняжеских резиденций. Ну а позже на заводе Лехтинбергского начали изготавливать первые отечественные паровозы для российских железных дорог. Субтитры создавал DimaTorzok